всем привет вы на канале ярослав я и сегодня мы посмотрим то как делать не нужно это как не должны работать журналисты и что вообще слово знаете неправильно то что то есть отвратительное неправильно так вот это знаете в полной красе ну что же давайте она приступим сразу к видео и я потом объясню и расскажу как это выглядит потому что как мне кажется как с этого видео вида тут даже не кажется тут есть очевидным и явным то что российские журналисты просто убивать мирное население по-другому это никак не назовешь вот наткнулся я на сюжет канала я так понимаю это первый канал их российский 1.0 здесь уже давно не работает потому что в доме нет электричества послушайте я вижу совершенно удивительную вещь мне кажется одна из жительниц этого дома здравствуйте одна из жительниц этого дома вкратце объясню это донецкая область здесь написано идет война это жилой дом в котором нет электричества и в жилом доме что происходит подымается репортер и с ним два вооруженных террориста которые идут не за хлебом не к себе домой так понимаю ну то есть смысле за хлебом найти домой покушать мама их позвала и не таки решили подняться нет у них есть какая-то конкретная цель и по дороге они встречают бабушку которая живет и вот он такой ей вопрос глупый задает графики жить здесь не боитесь нет не боюсь работает сейчас агс это автоматически и смотрите он говорит ну как бы после того как он не задает вопрос не боитесь жить они тут же с окна стреляют по украинским солдатам ну это не как бы жилого дома ну как бы это называется мир ну мирный щит я это называю вообще это называется живой щит и гранатомет в сторону аэропорта потому что там активизировалась украинская армия и тут он сам говорит что они стреляют в сторону аэропорта потому что там активизировалась украинская армия выйдете я не знаю с деревьев но не жилого дома на смотрите по жилым домам а потом будет будут говорить что они не расстреливают мирное население вот послушайте этого человека потом они будут говорить что не расстреливают мирное население ты дал ты стреляешь с окна с жилого дома там где живут люди даже где бабушка да даже если бы этот дом выселили осталось там три человека но там есть люди то есть ты подумай себе своей куриной башкой то что ты будешь стрелять а потом ты естественно уйдешь но и сейчас мы увидим парни камеру частный сектор а потом украинская армия не стреляет и не ведут прямую агс сейчас будет опять менять свою позицию потому что вполне возможно что прилетит ответка как ты а как же бабушка ты вот вы вот и журналист или ты кто ты по-моему сука невменяемые невменяшка потому что по-другому никак не назвать ты хуя из окна потом сам же веришь чтобы прилетит от ветка потом ты будешь с частного дома бушку ты будешь лица третье ниху по мирным домам там же люди живут вырежешь эту бабушку скажет вам не страшно жить ствол еще вода ствол еще теплый но слышите этот грохот обрабатывают периметр вокруг нашего здания не знаю уж попадут в крышу не попадут но это работает сейчас град вот уже собственно вторая машина прилетела ему страшно стало ему стало страшно тему страшно стало но это наиграно это игра это страшно вы слышали этот звук когда град вот сейчас я вам продемонстрирую второе видео где я нашел где действительно стреляют с града и попадают в дом вот С этого видео вы слышите, что грады, когда стреляют, они перелетают, и они попадают в разные части дома, и не будет звука такого серийного, сериями, не будет звука такого серии, не будет этого, потому что ты не стреляешь, а в тебя попадают, и оно будет в россыпь, и будет звук разнообразный. Вот здесь оно слышно, что часть прилетела, часть улетела, то есть это не сразу, а вот вам я показываю, когда стреляют с градом, вот. И теперь мы сравниваем этот звук. И вот этот звук. Грохот обрабатывают периметр вокруг нашего здания. Не знаю уж, попадут в крышу, не попадут, но это работает сейчас град. Вот уже, собственно, вторая машина прилетела. Это, блядь, они еще и обстреливают градами из-под жилого дома, они обстреливают градами. Это мать человечное, это вообще люди, это мать журналисты, это редкостные п***цы. И, во-вторых, вот такая вот вещь называется «живой щит». Военный политический термин – насильственное принуждение гражданского населения располагаться на территории или вблизи военных объектов. Вот как-то бабушка, она никуда не сможет уйти. Никуда, ну, она живет здесь, у нее нету дома, блядь. Будьте людьми, это же, блядь, ее жизнь, вы встали и ушли. И, блядь, журналист, как ты имеешь право, блядь, такое снимать и такое делать? Ты, блядь, пидора, блядь, у меня просто нет слов. Это абсурд, такое, блядь, не должно быть в природе. Таких людей, блядь, не должна я носить земля. И здесь вот простое и очевидное, кто с нами воюет, и кто просто берет, компроментирует и подставляет мирное население. Думайте. Вот, хорошо. Залпов 80. Уехали.